Всем привет! Сегодня у нас будет своеобразный видос-туториал по написанию такой программки из всем известного фильма «Матрица», который представляет собой доставку в виде такого цифрового дождя. Но для начала я расскажу про общий принцип ротовой программки, потом мы с вами накатаем тестовую версию, ну и затем займемся парочкой оптимизационных моментов под наш мод Open Computer, собственно, где мы все это дело будем запускать. Для начала про саму программку. Значит, как вы знаете, у нас видеокарты из этого мода имеют очень сильное ограничение, искусственно созданное по продлительности, то есть у нас нет возможности быстро менять цвета, нет возможности быстро ставить символы, ну и так далее. Поэтому мы сейчас немножечко с вами извратимся. Всего у нас имеется буквально четыре нужных нам операции. Это gpu.set, который устанавливает пиксели по x, по y, gpu.set.background, который устанавливает цвет текста, и gpu.set.forground, который устанавливает цвет фона. Ну и также gpu.fill, которая будет нам очень полезна для увеличения скорости. Ну и используя эти функции видеокарты, мы должны находить нечто подобное. Как вы видите, у нас здесь имеется множество таких своеобразных линий, каждый из которых имеет свою координату по x, по y, свою длину, ну и так далее. И давайте перейдем к нашему исходничку. Собственно, вот у нас буквально всего лишь 90 строчек кода, это ерунда полнейшая, поэтому мы с вами быстренько справимся. Далее давайте получим доступ к нашей видеокарте. Пишем local.gpu равно require component.gpu. Здесь мы обращаемся к системе библиотеки компонентов и получаем компонент нашей видеокарты. Далее давайте создадим несколько константов, которые будут отвечать за визуальный рендеринг наших вертикальных зеленых линий на экране. Пишем local.maximum.lines равно 80, то есть у нас не может быть больше, чем 80 горизонтальных линий на экране. Далее пишем local.maximum.lines может быть 25 и local.minimum.lines равно 5. То есть у нас линия по вертикали будет иметь размер от 5 до 25 пикселей включительно. Далее перед запуском программки я скорее всего буду полностью очищать наш экран, допустим черным цветом. То есть, к примеру, если у нас на экране что-то отображается до этого, то мы перед запуском, естественно, будем его очищать полностью. Для этого нам нужно знать разрешение нашего экрана. Пишем local.screen.with.screen.height равно gpu.getresolution. То есть мы получаем текущее разрешение нашей видеокарты. И далее пишем gpu.setBackground 0x0, условно можно так написать 0,0,0,0, то есть, соответственно, R, G и B, то есть черный цвет по условию. Ну, я буду сейчас писать сокращенно, потому что это не особо важно. И далее пишем gpu.fill от x равно 1, от y равно 1 и по размеру нашего экрана. Будем заполнять содержим нашего экрана вот таким вот пикселем, то есть банальным пробелом. И, соответственно, после запуска нашей программки у нас экран будет полностью очищаться черным цветом, вот благодаря вот такой вот конструкции. Ну и займемся уже отрисовкой наших вертикальных линий. Создаем массив линий под названием lines. В нем у нас будут содержаться координаты каждой линии по x, по y и также ее длина этой линии. Далее создаем бесконечный цикл, в котором будет производиться непосредственно отрисовка. То есть этот цикл будет выполнен до сих пор, пока программа у нас не будет закрыта. В этом цикле мы будем заполнять наш массив линий до сих пор, пока его размер не будет соответствовать максимальному количеству наших линий. Для этого пишем while размер массива lines меньше максимум lines. Мы будем вставлять в этот массив новую линию, то есть пока он полностью не заполнится. Пишем table insert, то есть ставить в таблицу. Ну, на самом деле в луа таблицы массив это одно и то же, поэтому мы скорее будем оперировать с термином таблицы, потому что более правильно все-таки для нашего языка. Но, в общем-то, не важно. Мы будем вставлять в массив линий новый массив, новую таблицу. В нем будет содержаться координата по х, это будет math random от 1 до screen width. То есть условно у нас будет х линии от 1, от левой части, от левого края экрана до стесно правого. И по y у нас будет координата по умолчанию единица, она потом будет все ниже-ниже опускаться. И дальше length равно math random от minimum line length до maximum line length. То есть у нас это стесно линия будет иметь такой-то размер фиксированный. Замечательно. То есть когда мы все эти линии заполнили, мы уже можем производить, собственно, отрисовку. Далее, как я говорил, необходимо использовать особенности нашей видеокарты OpenComputer, чтобы добиться максимальной производительности. Для этого мы будем использовать команду gpu.copy. Она копирует указанную область экрана, соответственно, с указанных координат на указанных координат. Для этого мы сначала используем gpu.copy. Копировать мы будем по х от 1 до 1. С 1 по х, с 1 по у. Соответственно, screen width, screen height. И копировать мы будем на 1 пиксель ниже. То есть у нас весь экран, условно, вот этот вот, весь наш экран будет двигаться на 1 пиксель ниже каждый раз при отрисовке наших линий. И, естественно, наши линии будут вертикально опускаться все ниже и ниже. И все это будет производиться буквально за 1 гпу операцию. То есть это очень выгодно, очень просто, очень быстро и так далее. Далее, как только мы все линии заполнили, нам необходимо заполнить верхнюю полосочку, самую вертикальную, вот эту вот, каким-нибудь цветом. Допустим, будет, естественно, черный цвет. Попишем gpu.set background, опять же, 0x00, gpu.fill, 1.1, screen width. И по высоте у нас будет заполняться, естественно, всего лишь 1 пиксель. Заполняем, естественно, символом пробела. Замечательно, то есть у нас весь экран раздвинулся. Здесь образовалась такая черная полоска в верхней части экрана. И теперь мы можем произвести непосредственно отрисовку наших линий. Далее. Создаем, собственно, новый цикл. Пусть у нас будет переменная i для счетчика. Равно одному. Пишем while i меньше равно размеру массива наших линий. Do. Пишем if lines it y минус lines it точка length меньше равно 0, то все в порядке. В противном случае мы эту линию должны полностью удалить. Значит, смотрите, как это все работает. Допустим, у нас на экране находится вот здесь, ее координата по y равна 10, ее длина равна также 10. То есть у нас из y вычитается ее длина, получается 0, все замечательно. Условие проходят, линия у нас полностью рисуется. Однако после отрисовки линии мы должны ее виртуально в памяти сместить на единицу ниже по y. Вот так вот. Соответственно, у нас на экране с помощью gpu.copy линия сдвигается уже полностью реально вниз. И, соответственно, оперативная память она также сдвигается у нас вниз. Замечательно. И после того, как она сдвинулась вниз, у нас в следующий цикл этот условие превращаться уже не будет. То есть поскольку у нас линия полностью выйдет за границу отрисовки. И как только она за границу отрисовки вышла, мы должны полностью ее удалить из нашей таблицы lines. То есть все, линия у нас больше рассматриваться не будет. Table. H.remove.lines.it. Замечательно. Ну и, разумеется, после того, как у нас линия успешно отрисовалась, мы должны к нашей i прибавить также единицу. Равно i плюс 1. То есть, что у нас цикл полностью доработал, чтобы он не был бесконечным. Замечательно. Здесь мы уже вплотную подобрались к отрисовке самих линий. Для того, чтобы присылать наши вертикальные вот такие вот линии на экране, нам потребуются, разумеется, определенные цвета. То есть зелененькие всякие там, беленькие и прочее. И также эти своеобразные символы, хитрожопые. Ну, с символами проблем, в принципе, не будет. Мы можем здесь создать массив символов. Пусть будет local chars равно, к примеру, там решетка, там 1, 2, там и так далее, 3. В общем, с этим париться не будем. Мы просто экспидим уже готовы. Вот, собственно, у меня здесь уже все подготовлено за вас заранее. Копируем эту хрень сюда и вставляем. То есть, видите, у нас какие-то японские, китайские, корейские символы. Не знаю, что это за язык, но, в общем-то, нам это не важно. Нам лишь важно само визуально отображать этих символов на экране. И далее мы должны создать два массива. То есть, то, условно, какие цвета у нас будет приобретать каждый пиксель нашей линии в определенный момент времени. То есть, к примеру, смотрите, видите, у нас чем ниже линия опускается, то есть, чем дальше она проходит, тем более таким темненьким становится ее хвостик, условно. Ну и, разумеется, в самом начале этой линии также имеется такое освещение своеобразное у цвета фона. Для этого мы скопируем массивы цветов. Но, опять же, мы можем их сейчас написать вручную, методик и впадло. Поэтому я их просто сейчас вам сюда приведу. Замечательно. Потом, естественно, мы весь этот код в порядок приведем, чтобы было все-таки более красиво все это выглядело. Так, секундочку. Сюда я их вставлю. Вот. Ну, собственно, по цветам тут, в принципе, вопрос возникать особо не должно. То есть, видите, у нас здесь, поскольку каждый цвет это число, интежер в формате, условно, rrgggbb, то есть, условно, здесь у нас три цветовых канала. То, соответственно, у нас здесь используется, видите, зеленый цветовый канал. Это один. Он все-все-все ярче. Опять же, ярче, ярче там и так далее. В общем, приходит постепенно к максимально белому цвету. То есть, здесь абсолютно так же конструкция та же самая. Сначала у нас цвет почти черный. Потом чуть более зеленый. Еще более зеленый. Ну и, короче, в конце концов, приходит к такому уже беловатому. Вот, собственно, цвет нашего хвостика. Видите, он и есть, по сути, беленький. Вот он, FF. Здесь еще почти беленький, тоже, видите, такой зеленоватый. В общем, я думаю, по этому вопросу особо возникать не должно. Далее мы должны, собственно, рисовать наши линии. Поскольку у нас все уже фичи для рисовки линий у нас имеются. Ну и чтобы все это дело у нас грамотно рисовалось, мы сейчас должны будем узнать следующее. Во-первых, какой цвет фона и какой цвет текста умеется у текущей линии у нас в конкретный момент времени на вот этой верхней части нашей полосочки. То есть, где мы будем осуществлять саму отрисовочку. Видите, у нас здесь вот. Собственно, для этого мы сейчас будем использовать следующую математическую конструкцию. Пишем localpart равно mat.sale, то есть округление в большую сторону. И пишем lines it y поделить на lines it length. Это интересная математическая конструкция. Смотрите, поскольку у у нас все время находится в диапазоне от 1 до условно длины нашей линии, то есть у у нас никогда не превышает длину нашей линии, то, соответственно, результат деления у нас будет все время находиться в диапазоне от какой-то там маленького числа, допустим, 0.123 и так далее, дробного, до, соответственно, единицы. То есть, чем больше y у нас приближается к нашей линии, то есть к окончанию отрисовки нашей линии, тем, соответственно, число более сильно стремится к единице. Условно, вот так вот. Вот такая вот зависимость. То есть, соответственно, чем у нас линия будет опускаться ниже, вот здесь вот тем темнее, условно, должен быть ее цвет. И для этого мы пишем line colors, так, я, господи, как называется это, foreground, умножить на вот эту хрень. То есть мы, условно, берем размер массива наших цветов по цвету текста, то есть foreground нашего, и умножаем на вот эту зависимость математическую. Замечательно. Ну, можно, конечно, в скобочке, где только смысл этого никого не имеет. То есть, опять же, для вашего понимания разве что. Далее. Пишем gpu.setforground, то есть устанавливаем цвет текста. Line colors for ground. И вставляем сюда вот эту хрень. Part. Опять же, если этого цвета в нашем массиве нет, такой может быть, потому что в лоа и нумерация массива начинает соединиться, они с нуля, как привычно. Поэтому можно здесь вот такую конструкцию. Or 0x0. То есть, если у нас цвет вот такой вот имеется в нашем массиве, то мы берем его. А в противном случае, если цвета нет, то мы берем 0x0, то есть черный абсолютно. Ну, опять же, 0x0 можно, опять же. 0x0. Опять же, кому как привычно. И то же самое для gpu.set.setBackground. Только из line colors в background и, опять же, part. Все замечательно. Ну, разумеется, теперь мы должны заспавнить наш символ на экране. gpu.set.lines.it.x. По y у нас все время будет равен 1. То есть, мы будем спавнить нашу, наш пиксель, нашу линию в верхней точке экрана. То есть, вот эта фигня, в верхней полосочке нашей очищенной, черной. И выбирать какой-нибудь рандомный символ для него. Ну, к примеру, chars.math.random.1 и до размера массива. Chars. Сам вещает. А можно, кстати, уже проверить нашу матрицу. Может, она уже будет работать. Так. Закрываем эту хрень. Пишем g. И, собственно, вот наша матрица. Единственное, что видите, она сейчас работает очень быстро. То есть, нам немножечко стремится ее замедлить. Потому что, возможно, у нас сейчас выстречит ошибка, что tool long visual yielding. То есть, у нас программа слишком долго выполнялась без какого-либо прерывания. Для этого нам нужно сделать небольшую такую-то вставочку. Подключаем сюда, наверху, библиотеку event. Равно require event. Event, event, не важно. И здесь мы будем запрашивать различные системные события компьютера. Пишем localEventType равно event.pool. И здесь у нас будет 0. То есть, у нас каждый раз компьютер будет вызывать функцию eventPool. Она вызывает запрос системных событий. То есть, ожидание какого-либо системного события. С определенным интервалом мы поставим 0 секунд. То есть, просто у нас компьютер бесконечно ожидает какого-то события. И если событие происходит, его тип записывается в переменную eventType. И мы здесь проверим. If eventType равно-тouch. То есть, если мы кликнули по экрану. То вызываем функцию... Не функцию, вернее. Короче, используем break-разрыв нашего цикла. Бесконечно вот этого гигантского. И, соответственно, у нас программка полностью завершается и выходит. И, по идее, у нас этой ошибки больше возникать не должно. То есть, видите, у нас программка работает. Все замечательно. Вот. Единственное, что у нас выглядит не очень красиво. Потому что надо сейчас немножечко в константах изменить размер наших линий. Но, в принципе, уже хотя бы что-то. То есть, более-менее выглядит все это дело достойно. Я сейчас из нашей матрицы предыдущей из другой программки. Которая уже написана. Я спежу эти константы. Видите, у нас здесь линия гораздо больше. То есть, у нас было 25, а здесь... То есть, у нас 55. Вот. Сейчас это будет выглядеть гораздо красивее. Смотрите. Хоп. Такое более все растянуто. Но, опять же, с этим можно поиграться. Пальчиком в очки. И, короче, сделать это дело более приемлемо. Но, в принципе, меня это дело уже устраивает. Разумеется, можно добиться гораздо больше скоростей. Собственно, чем мы сейчас с вами займемся. Вот. Но также сделаем несколько интересных проверок. Во-первых, event type. Пропуск. Пропуск. К. Коды. И пишем. Если у нас событие равно touch, или event type равно-равно k down, enter, так, k кода равно-равно 28. То есть, если мы нажмем на клавишу enter, у него код 28. То есть, опять же, если мы кликнем на lk, либо у нас событие нажатия клавиш и, соответственно, код нашей клавиши равно 28. Вот. И также давайте мы сейчас с вами кое-что-что сделаем. Пишем local function. Clear screen. Создаем функцию очистки экрана. И здесь я сделаю еще кое-что. GPU set background. Set for ground. 0x fff. То есть, эта функция будет полностью очищать экран черным цветом. И, соответственно, будет выставлять цвет нашего текста на полностью белый. И полностью очищать наш экран. Перед запуском программки, разумеется, мы ее будем полностью очищать наш экран. И после того, как мы завершаем нашу программку, мы будем также полностью очищать наш экран. То есть, видите, то есть, вызов этой функции будет, соответственно, в двух местах. Это гораздо более удобно, чем дублировать код вот таким вот образом сюда, там и сюда и так далее. Но, опять же, это все дело поясняется для новичков. Разумеется, если вы это в этом шарите, то не надо написать в комментах, что типа, ах ты пидор, тупой. Советую, что нам очевидные вещи. Так, нажимаем G, нажимаем, соответственно, на любую клавишу Enter, вернее, любую. И у нас экран полностью очищается, соответственно, на цвет текста становится беленький. Собственно, все, такие дела. Замечательно. Ну, теперь зайдемся оптимизацией нашего софта. То есть, сделаем более грамотную, более ускорую отрисовку всего этого говна. И для этого воспользуемся парочкой хитростей. Значит, смотрите. Поскольку у нас каждая операция видеокарт, то есть установки цвета, установки цвета фона и так далее, занимает определенное время, мы сделаем компенсацию этого говна с помощью своеобразных функций. Пишем localFunctionsSetBackground. Colber. Тык-тык-тык. И localFunctionsSetForeground. Смотрите, в этих функциях мы будем проверять, соответственно, текущий цвет, который установлен в видеокарте, нашему новому. То есть, если у нас цвет, передаваемый в эту функцию, абсолютно такой же, какой у нас уже в видеокарте установлен, то нам нет смысла снова вызывать функцию SetBackground. Правильно? Это как бы логично. Ну и для этого зададим также перемены, в которой будет храниться текущий цвет. LocalCurrentBackground. CurrentForeground. Так. Ну, пусть... Да любой цвет, в принципе, даже не важно. Пусть они будут пустыми. То есть, пусть их значение равно nil, null, там не важно, пустое. И здесь даже пишем. If CurrentBackground не равен передаваемому цвету, то gpu.setBackgroundColor и CurrentBackgroundRanoColor. То есть, если у нас цвет не соответствует, то мы выставляем наш нужный цвет и забиваем в нашу переменную значение текущего цвета. Видите, вот так. И то же самое делаем только для ForGround. Так, так, так. Сейчас, секунду. Господи, тут по-другому управление. В отличие от Nileshidea, ForGround. Так, та-та-та-та-та. Все правильно, замечательно. И теперь мы эти функции будем использовать абсолютно везде. Так, секундочку. Сейчас вот так вот сместим все это дело пониже, чтобы можно было использовать тест вот эти функции в вот этих вот. И вместо gpu.setBackground мы уже будем использовать вот эту функцию. И по идее у нас уже будет небольшое ускорение нашей программулинки. Так, наверх сюда пропихну эту хрень. Так, вот, замечательно. Но опять же, для вашего удобства я рекомендую вам использовать какие-то такие конструкции, то есть, чтобы визуально отделять части кода друг от друга, потому что, например, смотрите, здесь у нас будет находиться константы вот в этой хрени. То есть, то, что вы задаете условно при старте самой программки, то, что меня отстоянилось, не будет. Здесь у нас будут находиться какие-то переменные, которые используют сама программа. То есть, в реалтайме, которые будут изменяться. Здесь у нас будут какие-то функции. Соответственно, внизу у вас уже будет исполнение самой программки, то есть, под всем этим говном. Ну, опять же, это все под вас делается, то есть, абсолютно неважно по факту. Так, и теперь все эти setBackground и setForGround мы сейчас исправим вот так. Вот так, 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 и вот так. Все, в принципе, вроде все. Да-да-да, все замечательно, все исправили. И, по идее, у нас программы сейчас будут пополняться гораздо быстрее, то есть, ну, в отличие от предыдущего варианта. Ну, не гораздо, конечно, но, опять же, в принципе, быстрее. Потому что, допустим, у нас есть, к примеру, 60 линий по горизонтальной на нашем экране. Соответственно, у нас будет 60 раз полностью менять цвет, да, блин же, полнейший, правильно? Как бы это нелогично. Но, опять же, и теперь у нас осталось еще несколько моментиков. Во-первых, смотрите, у нас есть бесконечный цикл, и в нем постоянно создается локальная переменная i. То есть, ну, как бы это нелогично. Зачем нам постоянно делать одну и ту же переменную в цикле, чтобы она постоянно создавалась, удалялась и так далее? Это как бы такое. Поэтому создание этой перемены я вам советую вынести за пределы цикла. То есть, пишем здесь, допустим, local и запятая, что у нас там еще используется? Event type и keycode, правильно? Так, 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 так. Так, в них не нужно записывать какое-либо значение, главное, чтобы они создавались вне цикла. Ну, разумеется, в таких маленьких программках это совершенно несущественно, то есть у вас правильность этого теряться никак не будет, и, естественно, оперативная память у вас придержаться этого не будет. Но, опять же, по-моему, это более правильно, опять же, с точки зрения, в принципе, кодерской логики. Ну, разумеется, теперь вместо local вы просто пишете i равно 1, part равно вот такой хрени, и, естественно, вместо local event type вы вот так вот пишете. Все, это элементарнейшая совершенно вещь, которую, в принципе, стоит соблюдать абсолютно везде. Ну, и также можно сделать сложение всего этого терима в одну строчку. Собственно, почему бы и нет? 1, вот так, вот сюда дело удалить. То есть сначала у нас будет прибавляться к i на 1, естественно, после этого у нас будет прибавляться к нашему y, потому что эти перемены друг от друга не зависят, логично как бы сделать их сложение в одну строчку. Ну, и напоследок рассмотрим еще парочку нюансов. К примеру, в этой части кода у нас идет постоянное получение размера массива line colors for ground и размера массива chars. И все это дело у нас выполняется абсолютно при каждой рисовке линий во вложенном цикле. Однако эти массивы у нас выполнены в виде константа вверху, и поэтому их размер у нас никогда не меняется. Поэтому более грамотно будет сделать этот размер в виде отдельных переменных. Local, допустим, chars, size равно решетка chars, и local line colors for ground, size равно решетка line colors for ground. Собственно, все. Пишем сюда вместо chars и вставляем эту хреновину сюда вместо line colors for ground. Вот, замещать. Теперь программа у нас получилась более-менее вылизанная, и, в принципе, ее рисовка стала гораздо менее нагружабельной для наших виртуальных маленьких процессоров. Собственно, в предыдущей версии программы, то есть у нас которая другая вот имеется, у меня здесь вообще сделана более грамотная система. У нас здесь используется группировка по соседним цветам. Сейчас покажу вам, как это делается. Вот у меня вот здесь вот имеется такой вот массив colors. Сейчас в него в качестве ключа в реалтайме вместо установки цвета видеокарты, прям в него, загоняется текущий цвет фона, затем текущий цвет текста, а вот в этот субмассив загоняется индекс нашей линии. И здесь, короче, оно отдельно, после всего этого говна, отдельно отрисовывается с помощью установки цвета фона, потом цвета текста, потом выбирается линия, рандомный символ, короче, и так далее. Я сначала, честно говоря, думал, что это сильно подменит производительность, но, как вы видите, у нас нифига. Там буквально на парочку, троечку, там, микросекунд, миллисекунд, это, в общем, совершенно несущественно для таких программок. И поэтому визуальной разницы абсолютно никакой нет. Но, опять же, надеюсь, вам такой туториал понравился, в принципе, и, может быть, кто-нибудь узнал что-нибудь новенькое в плане луа, ну и, в принципе, в плане программирования. Вот. Так что, в принципе, надеюсь, эта программка кому-то поможет украсить вашу хату с помощью такого вот говна, с помощью низких мониторов, там, возможно, и так далее. Ну и также давайте я вам сейчас в качестве примерчика из-за дополнительного покажу вам, что у нас появилось в нашей MineOS с момента последнего видосика. Значит, у нас, во-первых, обновилась программка камера. Смотрите, какая прикольная штука получилась. Вот, короче, у нас появилось полностью GUI-шное приложение, то есть, которое можно перетаскивать уже, можно даже два приложения открыть одновременно там и так далее. Вот. И можно, короче говоря, выбирать термальный режим, как, собственно, и в прошлой версии. Можно в реальном времени изменять, короче, дальность рейкастинга. Видите, у нас будет все это дело изменяться довольно красиво. И можно выбирать камеру вторую, если она, конечно, у нас имеется. То есть, у меня стоит, видите, здесь две камеры, которые смотрят вперед, как бы и вторая назад. То есть, фронтальная, там, задняя. Сейчас. Первая выбрана. Вот видите. Такие вот дела. И также включил... Есть режим полупиксельного рендеринга и обычного рендеринга. То есть, полупиксельный немножко медленнее, но зато у вас выглядит все дело более детализированно. Ну и также функция автоапдейт, которая там в раз в определенный интервал, который вы укажете, будет у вас делать снимок вашей местности. Сейчас, секунду, вот так вот сделаю. Так, хоп. И, допустим, построим какую-нибудь хрень там из говна. Видите, у нас появляются блоки прямо в реальном времени. Довольно, в принципе, неплохо получается. Ну, опять же, кому как. Так, и также у нас... Сейчас, секундочку. Ну и также была сильно ускоренная библиотека данного феверализации, которая позволяет нарисовывать все это дело на видеокарте с невероятной скоростью. Ну и, к слову, принцип работы библиотеки частично основан на той самой группировке по цветам. То есть, сначала по фону, потом по тексту, там, и так далее. Разумеется, команда для установки самой ОС. Команда, вернее, ссылочка на исходничек нашей матрицы я оставлю также в описании видосика. Ну и, собственно, все дела. Надеюсь, вам такие видосики понравились. Можно, в принципе, подснимать в будущем что-нибудь подобное еще разочек. Так что, всем спасибо. До новых видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok